Ребята, всем огромный привет! Приветствую всех на моем канале Парит Орси. И сегодня мы продолжаем собирать не УАЗ, а именно Форд Мустанг от Диагостини. Хочется передать что-то очень долго, мы собирали эту посылку. В следующий раз прошу быстрее, мои подписчики хотят видеть еще больше сборок Мустанга. Погнали! Да, ребята, это что было у нас. Собрано до сегодняшней посылочки. И вот она новая посылка. Увы, легенькая. Опять обошлась она в 2100 рублей. Не знаю, что там внутри. Давайте открывать. Повторюсь, самое главное, что действительно посылка шла очень долго. И это мне не очень понравилось, потому что я хотел выложить видео чуть-чуть пораньше. Но в связи с долгими поставками не знаю кто и где, хотя давным-давно было уже написано о том, что посылка собирается. Мы здесь с вами есть вот такие вот, как я так понимаю, это наклеечки. Безумно красивые. Но главное, чтобы сборка была прикольная. Дальше реклама своей продукции. Ну и у нас с вами здесь все очень просто. Журнал 10, журнал 12 и скорее всего 11. В 10 журнале мы с вами найдем верхнюю часть от двери, которую будем собирать, плюс дополнительные накладки на ручки дверей. Ничего, как вы видите, особенного в этом нет, к сожалению. То есть посылочка очень маленькая. Тем более я еще раз повторяю, за 2100 рублей с доставочкой. И вот то, что мы с вами имеем. Мустанг Кабриолет, сборка на четыре странички. Очень много якобы шагов. Все, вот весь журнальчик. Вспомните аналогию с УАЗом. Да, ребят, я на самом деле очень сильно расстраиваюсь, когда его собираю, но я жду итогового результата. Давайте собирать. Чтобы вы понимали, то здесь вот это вот пластиковое окно крепится тремя винтами. То есть одним шагом мы сделали половину журнала. Просто вкрутив три болта. Сейчас нужно будет, как обычно, дверную петлю помучиться. Но все. Сейчас два болта еще вкручим. И, ребят, я уверен, все будет готово. Ребят, ну и вот она петля. И вот она дверь готова. Со стеклом и петлей. И это журнал. Пойдем. В одиннадцатый мы получаем, я так понимаю, вставку внутреннюю на дверь. Интересно. Давайте одиннадцатый журнал. Победа в Лимане. Поздравляем. Сборка внутренней панели левой двери. Ручки, рукоятки, стеклоподъемника, декоративной вставки. Все, опять тут несколько частей, пару болтиков и все. Ну, слава богу, хотя бы на эту дверь, а не на следующую, да? Вставочки под дерево сейчас будут. Ну, давайте дверь будем дособирать. Вот такая вот ручка болтающаяся. Как она будет открывать, пока не знаю. Ну, сейчас будем доделывать. Смотреть. Вот получается итог. Сборка изнутри. То есть, здесь у нас есть ручка открывания двери, которая, я не знаю, будет работать либо нет. Ну, скорее всего, конечно же, нет. Дальше у нас есть с вами ручка открывания зеркала, точнее окна. Но она с вами также сразу пластиковая ручка открывания форточки нерабочая. И вот такая вот получается дверь. Дальше. В следующем журнале номер 12. Давайте попробуем его открыть. Мы, наверное, продолжим с вами собирать сиденья. Которые верхняя спинка или нижняя у нас с вами есть. Нужно дособирать остальное. Давайте распаковывать. И посмотрим, что здесь опять собирать совсем немного. Ну, итоговое мнение. Сейчас я дособираю и вам скажу, что вы получаете за 2100 рублей. И стоит ли вообще дальше продолжать собирать форт либо нет. В сборке этих трех журналов мы получаем готовое вот такое сиденье и вот такую дверь. Про дверь я вам все рассказал. Сиденье, кстати, я хочу добавить. И то, что здесь на самом деле такая прорезиненная вставка. В принципе, она поменяла немножко мое отношение к этому сиденью. Хоть немного, но стало такое мягкое. Но все равно посылки Ford Mustang идут очень долго. Они стоят. Пока вообще очень дорого. Я не понимаю, зачем их так растаскивают, когда вы параллельно собираете по 4 журнала УАЗа за те же самые деньги. И у меня вообще большой вопрос, стоит ли собирать дальше. На самом деле, ребят, все зависит от вас. Большая просьба написать комментарий. Интересен ли вам Ford Mustang и его сборка дальше. Если интересно, будем продолжать собирать. Спасибо большое за внимание. Пока-пока. Продолжение следует...